Так где я могу снять? А вон Паша Скударь, он из Маглуполя, то он этих голубей. Ну пойдемте, подойдем к нему, поговорим. Попробуем поговорить. Да. Я правда с ним на эту тему не говорил, как раз пшенка там. Ага. Можно еще раз вклиниться? Пожалуйста. У вас в Маглуполе были когда-то потолочные голуби, их называли. Которые, ну это еще в 70-х, там 60-х, которые высоко не летели, метров 200-300 максимум. Нет, так куда она несет? И потом... Это были у дрына такие голуби. Не, садились по миллиметру, по сантиметру, в течение часа, полтора. Ну вот и поселок стоит, или город, дует господствующий ветер с моря. Гонят всех, у всех в точках. Один человек гонит, вот они поднялись, вот как вот эта мачка, два столба. И больше они не берут потолок. Да, и так столько летали, так его называли дрым, два столба. Вот что он делал с ними, как он делал. Еще сейчас живой свидетель, сосед, рыбак там у нас. Я вот был у него где-то месяц назад, в Володе. Ну вот скажи, ну как? Он говорит, я сам не знаю. Ты кидал два столба и два-три часа минимум. Сизая и серая, большинство. В Ростовской области в 70-м году, когда жил там, то у нас у человека тоже. Летители летают. Летцы и классики. Я же знаю, что для тебя надо, чтобы летал. А как, гонит или гоняет? Ну вот, видишь, еще одно. Ну на данный момент он гонит. Пойдет. А вообще он гоняет. А вообще он гоняет. Разговариваем о другом. Опять наблюдаем. И вот они, а когда они до антенны, до крестовины подлетают, то там вообще, вот метр, видно, что метр висит. Лапы тянут. Лапы тянут. Но еще минут 15 это еще будут стоять. Такие голуби были. Я вот вспоминал часто, никто об этом даже не знает, не слышал. Единственное, что я... Потому что это голуби своеобразного региона. Их очень мало было. Это вот были они у нас в нашем регионе. Я не знаю, их много на Донецк повынозили, на Донбасс. Но у нас есть в Чаркасах, сейчас фамилию не могу вспомнить, Коля, он с Янакиево. Он говорил тоже, что вот у них, мы не договаривались, он просто начал говорить. Нам было спросить, откуда в Янакиево они попали? Ну вот он говорил. В 60-е годы. Он путается, он говорит, что на М. Ну тогда же был Жданов. Жданов, да. Ну он говорит, или Литополь, или Мариуполь, ну что-то у него немножко... Ну тогда Жданов, в 60-е, 50-е годы. Не, ну это на час разговор, ну там, например, 5 назад. Ты понимаешь, если бы поколение спросить, тех, кого уже нет, кто вот по 90 лет, они больше видели, больше знают, я голуби, это послевоенное управление, до войны и послевоинные. По массе они какие были? Разные, красные, лица, бесплошные, алиния, сены, это много было голубей, очень много, с красивым полетом, и так лестница по тройке, вот кидаешь хоть небо, как до Бога идет, три, 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 сколько смотришь, один над будкой стоит, тройка, а верхняя уже скрывается, вот так вот. А почему потеряли это, как бы, таких голубей? Понимаешь, в 70-е годы, вот в 80-е, начали люди вот на этих старых поселках, те домашние были, что там вот такие хатки, мазанки, получать от завода там, от города квартиры. Люди уходили, бросали. В девятиэтажках из ста человек, может, один начинал заводить. И так потом вот сильно возрастная линия повлияла, где-то в середине, даже край 80-х, вот начало, сильно много вымерло. Те, которые люди с большой буквы были, и вот, и так вот потихоньку начало уходить, осталось оно в единичных руках, те не очень хотели с ними прощаться, и оно как-то потихоньку начало сходить все на них. Ну, а сейчас, я даже не знаю, и как люди все ворота есть. А покажите свои голубые, ваши здесь есть земли? Да. Покажите, вот это. Какой стиль полета они здесь? О! Вообще-то понравилось. Я тебе ролик скину, чтобы ты полюбовался, как он. А это бабочка! Бабочка, да? Да. Бабочка, да. Лишь опустевшие силы. Вот по полету, я покажу ролик. А вот торцовых вы что-нибудь можете сказать? Нет, по торцовым это отдельная линия. Отдельная линия. Их единицы и тогда были, и сейчас их нет. А почему вот они были единицей тогда? Я даже и не знаю, как сказать. Это может даже и с Николаева завозили. Да, это от людей зависит, от всех нас, тренировок. А если, блядь, раньше, как говорит, у этого дренажа, они выше там трех столбов поднимались, он любой был, он их убивал. И на протяжении десятков лет создал, что они, блядь, выше не поднимались. Но он бросил их, они два-три часа, три столба стыли. Долго, блядь, выше подняли, все убрал. А ну, закрепилось так. Ну, да, я тоже всегда говорю, все зависит от человека. Человек может сделать все. Я думаю, что чуть ли не заставить... Ну, торцовая линия, ну как, это свои голуби, их опять тоже надо закрепить, иметь, чтобы с ними работать. Сейчас возможностей нет, видишь, сокола, то это все на то время. Обычно лучшие особи сокола его убивают. Рядом же ж держал, это слободка старая была, но оно каждый двор держал. И оно ж там хлопуны не дают, блядь, жизни. Он дал, чтобы не пропадали, и не начал, блядь, вот так вот делать. И два-три столба, оно видит дом, блядь, никуда не уходит. Вот он и закрепил. Ну, это труб, блядь, это, блядь, один из тысяч, так сказать. Время. А сейчас это вообще не сделают. И капец не дает, и людей мало, и, блядь, те голуби уже нет, те, блядь. Ну, мне, кстати... Вроде бы, когда так тянешь, те клинии. Мне, кстати, тоже рассказывали, ставили коробок, и бойный садился только на коробочку. Да вот, Иван Петрович у нас поплядил круг, рисовал мелом, а жил в Барачном этом, блядь. Мелом рисовал, люди приходили, говорят, я сейчас сброшу, если с круга сойдут, голубей голову порвать. Ну, если не сядут в круг. Ну, а круг-то, может, диаметра два. Мелом. И он бросает, а не это, блядь, он с круга бросает, ну, а не пиздует. Ну, возле голубядни, или круг может начертить, где-то... Так вот, была другая, вот тоже живая, детька, этот же, зубник. На, Женька. Женя зубник был. Он у него купил голуба, вот откуда бросают голубей, оно барачного типа, может, метров тридцать. Говорит, этот туалет, отхожу, бросил их, они там часа два-три отлетали. На туалет садятся, после туалета метров тридцать, и никогда в жизни не садились бы туда. Только вот откуда кисть. Ну, вот он, такаун, савы, он у него с трех мест бросал. Со двора бросил, возле будки, на будку сели. Блин, 10 метров отошел, у него груша росла. Ну, я просто вырос рядом. Бросают, вот они на грушу сели. Потом на улицу выходят, бросил, они там два-три часа отлетают, на провода сели. Я с бенедукой. Это бойные, да? Нет, это я забойных просто говорил, забойные на коробок. Вот там короборная была, и как бы ни было, они кидают с голубями. Те голуби на будку летят, а вот именно эти, блядь, отходят. Мало ваше, вот какие результаты показали? Здесь у меня же обычно составит вот так, час-сорок минут. Больше. Сейчас же больше не знаешь, я летом не гоняю, а зимой, весной больше не дозволся голуби. Так а у вас вот торцовых нет, или вы как бы, вот еще, ну, кого спросишь, говорят, торцовые, торцовые. Нет, я не знаю, я их видел, два штуки у нас, вот у меня был один сплошной, это не мой, богу. И был у товарища, там, старая линия этих, тряпочных, сизых, голубей, с под головы, часами. А вот это что рассказки, это уже или подработаны, или это, я даже не могу сказать, ничего не буду хайить людей. Вот спасибо за репортаж. То есть, над ними работал, понимаете? Вот, например, как работал, ну, этот, другое уважаемый Донецкий, Исакович, Исакович. Ты стоишь, тебе одних с другим своим, уже оно пішло. Туда не дошло, туда не, не малишло, понимаешь? То такие, я ж побачил твои губи, побачил твою мастеру, молодець, тут один из перших в Украине, сейчас ведущий, что ты таки есть, и таких нам надо, именно в Николаевских породях, в губе и гонах. Ну, давайте не для прессы, тогда я скажу, пожалуйста. Яичко пью, куриные, яйца. На повестке дня, ну, хочу, то есть, подвести итоги, что случилось у нас в этом году, который прошел. Ну, думаю, что зря мы прошел этот год или не зря. Проводятся выставки у нас в Киеве, в Венеородке очень хорошие. В ближайшее время, 28 числа, октября, в Применчуге будет хорошая выставка проводиться. И следующие, Мариуполь, Мелитополь, то есть, голубеводство, они стоят, сегодняшний день, активно включились в работу и проводят выставки, и выставки достойные, то есть, очень хорошие новости. Дальше, в этом году также были проведены три голубедрова. Что по ним можем сказать, ну, как бы я хочу сказать, кто может добавить что-то, выступит заранее, готовьтесь. Это было три голубедрова. Ялтинский голубедров, Марганецкий голубедров и Кировоградский. По поводу Марганецкого, скажу, и Кировоградского, что это было, ну, маленькие замечания, но, в общем, прошло все прекрасно. На сегодняшний день, проблема в Марганецком голубедове на следующий год, на 2000, нету, тренинг, то есть, есть клубы, есть, может, кто-то какое-то нанесется, поэтому предложение человеку, который сможет оказать помощь, чтобы он нам голубедоводство и какой-то сдвиг, недохов, клеточками выставляли. По поводу Ялты, что хочу сказать, не от своего имени, а от имени как бы людей, участников этого мероприятия. Люди, которые проводили это два года подряд, проходит гибель голубей до 70%, это очень нехорошо и люди не очень довольны. Дальше, как бы, место расположения голубедрома тоже, получается, не совсем хорошее. Почему? Потому что, если голуби, ветер дует на поселок, голуби залетают, их на второй, на третий несут обратно, дальше опять вспышка каких-то болезней, то есть, это не есть хорошо. То есть, в другую сторону, если в море, голубя оказываются на Болосарайской косе, оттуда вернуться практически тоже не очень реально. Ну, и в связи с этим не очень хорошие вот эти минусы в этом голубедроме. Дальше много людей не совсем довольны проведением этого соревнования. Конец, есть как бы итог, конец. кто судит голубей и чьи голуби дожили до финала, чьи дожили, чьи не дожили. И в итоге, это вот один из примеров, у нас есть такой гонщик, который гоняет голубей, любитель, это Игорь Городки. И вот он сдал голубей и практически до последней минуты его голубь, там, белая голубка была в лидерах, показывал лучшее время. И в итоге последний день, там, завтра сдача, финал, и в списках выложит, и в участник, и все, а на финале почему-то уже ее нет. Почему? Каждый по-разному мотивирует, одни говорят, что она бракована, так, а зачем тогда с него было дело чемпиона, как бы, время, и все, и вылаживают списки, которые участвуют в финале. То есть, это как бы нам не очень хорошо, но, я думаю, что, кто по этому поводу хочет выразиться, по поводу голубедрома, что не так было, что правильно, что неправильно. Он, Руслан Амирчич, пожалуйста, скажи. мы все за голубедром и знаем, мы в них участвуем, и так далее, и так далее. То есть, вы организация, вы как-то можете влиять на вот это настроение, если, допустим, 10 человек, людей, недовольны голубедромом, ваша организация может влиять на данный момент? Ну, то есть, извините, я продолжу. То есть, собралось 20 человек, 20 человек не устраивает то, что делается на голубедроме. там, ну, может, там что-то хозяин, может, там какая-то кучка людей, и оно, в буквальном смысле, оно уходит от нужного направления, туда, куда нам надо. То есть, мы пришли погонять, посмотреть рабочие качества груды, и так далее, и так далее. А там, получается, какое-то кино. Вы можете на то влиять, то, что сирать, нести в предложение. Давайте... Предложение, это, ну, влияние. Это в чем? Вот этот голубедром нас не устраивает. Почему? месторасположение, то есть, потом, коллектив, который, это организаторы, которые каждый день там сидят, находятся. И они косвенно мешают работу тренера, которому не дают определенные полномочия. И они говорят, мы собрание проводим. Как? Я просто предлагаю, в этом голубедроме больше не принимать участие федерации. Нет, я в том согласен. Ну вот, есть некий момент, когда мы все разговариваем, и... А где делась голубка? Ну, где-то пропала. А как она пропала? Ну, где-то по туда, в ту сторону. Подождите, человек приехал, человек участвовал, человек привез деньги. я не буду говорить, ну, что-то человек делает для того... И так все просто зарезалось. Где-то туда, в ту сторону. А то оттуда пришла, туда села. Поэтому, как уголовное дело на них не творишь. И единственное, что мы бросим, просто поставить крест на этом голубедроме. Хотят участвовать. То есть, они сами между собой участвуют. То есть, жизнь поставила все на свои места. Ну, а как? Голубей уже назад не вернешь, крайне, но мы не найдем. Уголовное дело нет. Может кто-то влиять на то, вот в процессе их самом мероприятия, вот что-то не пошло. Может кто-то влиять на то, что, вот извините, нас не устраивают данные. В процессе работы, в процессе работы, можно, можно. Ну, как бы получилось, почему? Место расположения, само негодящее. Как ты повлияешь? Это не изменяет. Негодящее. Ну, я объяснял, всего. Летят голуби, всего. И вот это, собираются, гонят голубей, голубые полетели у поселка. Кто пешком, кто на велосипеде, кто на второй, кто на третий, и несет голубей, и кидаем пожертвы в общее стадо. Дальше, голубы внести. Что дальше? Нет, ну, федерация может как-то влиять. Ну да, вы же организация, которая не организация. Голубы внести. Голубы внести. Нет, на сегодняшний день, что мы не делаем, что мы не делаем, что мы не делаем. по поводу внести не довезем. это во-первых, это во-первых, во-вторых, да, голубь плетает, чего-то показывают, все. Потом раз, он вообще где-то, с поля зрения, нигде его нет. Мы не говорим за Ялтинский, будет за любой Голубий взрослый. То меня там Ялтинского понятно. Что творится? А федерация может какой-то? Нет. Мы стараемся. Сегодняшний день Украина... Недовольный, допустим, тот 10 человек недовольный гонам, или вы не показываете. Федерация может повлиять? Мы стараемся. Ребята, покажите вот полет моего. Так, федерация на Запад, там как раз сейчас. Мы стараемся. Лично я... Допустим, на Варанинский голубый друг, я... два месяца, я туда четыре раза просиделся. И приемка, и сдача, и полуфинал, и смотрины, и все остальное. И всячески там, и с Сережей, и с Сидоренко, практически нету такого дня, чтобы я с ним какие-то беседы не вел. То есть, Сереж, а может вот так лучше, а может так. Дальше, по поводу медицины. А что мы можем сделать? У нас человека невозможно не лечить. Ветеранира у нас вообще ноль, пол. Пол и ноль. Все лечатся методом дыха. Я потом просто... Методом дыха. Методом лечиться дыха. Единственное, что мы как заранее... Я считаю, что такое голубый друг? Изначально, каждый из участников должен знать, прежде всего, кто будет тренер, кто будет тренировать тем голубый, и дальше, кто будет судья, то есть все остальное. Как бы по поводу... Часто ходят... По поводу голубедрома нет четких правил. А почему нет четких правил? Я могу рассказать. Есть правила приемка голубей, какие возрасты, вакцинация, не вакцинация, время пребывания, денежное. Единственное, как бы невозможно составить правила тренировки голубей полностью. У каждого из нас разные голуби. Каждый голуби специфический. Каждому голубу нужен какой-то особый подход. Одному такой, другому такому, третьему такого. Одному 30 раз на день надо кинуть, другого наоборот прикрыть. Одни голуби ветровые, другие наоборот маленький ветер. То есть, как напишешь вот это разграничение? Это должен быть компетентный тренер, который должен это видеть и сам... Ну, то есть, как бы... А наше дело прийти и не мешать человеку работать. Вот такой нужен нам тренер. И как мы напишем правила вот эти? Вот этот голубей не так, вот этих так. Откуда я знаю, как ваш голуб мой, или чей-то другой? Тут работа тренера, прежде всего, 99% она зависит от работы тренера. Ну, понятно, ветеринария тоже своего... Большой ролик. Вот доверие. Вот доверие. Голубедров не будет. Тренеров не будет в этом году, голубедров не будет. Сейчас стоит вопрос тренера. Давайте вместе думать. Значит, материально положение не устраивает. Материальное положение, давайте тоже думать над этим, приблизительно, как не устраивает. Ну, заклада не устраивает. Ну, может повысить как-то целую заголубу. В этом году, я считаю, действительно, соревнования провести, не надо его там год кормить. За месяц можно, за полтора. Нечего там полуфиналы проводить. Два месяца нужно. И венече, мне кажется. Но, можно я... А мы все время уходим... Ну, я извиняюсь, потому что у нас все время идет разговор, и мы все время уходим. Почему вы не говорите, возникло сомнение между... Между кем? Между человеком, который привез голубей, и человеком, который хочет выполнить поставленную задачу. То бишь, человек, тот, который выполняет задачу, ему кажется, что... Ну, я не буду там... Это экономически, оно может там не обоснованно. А тот человек, который привез, он тоже хочет получить свою... Правильно? То какой-то эффект от этого всего. И вот оно вот это все наросло. Чего? Потому что тот, вроде бы как, ну, не срослось, вроде бы как-то оно должно быть обоснованно, а тот не получил кайф. Правильно? Он же приехал за этим. Ну да. Или мы приехали продать там голубей, или мы приехали погонять. Правильно? Посмотреть, работает какие-то соседицы. Ну, вообще голуби на что способны? Кто-то худший, да. То есть, ну, в таком плане. Правильно? И тут как-то не получат. Значит, сомнение оно возникло. Мы начинаем вот это вот... Ну, если изначально как-то... Есть тренер. И мы все знаем, кто. Вот он тренер. Мы все его будем знать. И не будет же с улицы какого-то привели непонятного. И мы, прежде чем я буду сдавать голубей, я седоринку говорил, я спрошу, а кто будет тренер? Если он скажет, это будет, допустим, Славик черный, я скажу, да нет, я не буду участвовать в вашем мероприятии. Ну, к примеру. Он не может давить на седу, это и увеличивает тело. Вот, допустим, голубь летает неделю, две-три показывает какие-то результаты, потом раз ты встал. Это что, вот одному не нравится? Того, того. Поэтому мы будем неоправить. Ребята, вы это все говорите. Для этого было в Ялте руководство голубедром. Вот к ним все вопросы надо было задавать. Кто крутил это, что они собирали там собрание. А что вы сейчас, да не вот. Такая федерация, да ухлаж приятный. Вот, да что вы меняете, то она сильно и там в осень. Я, извиняюсь, можно я вам скажу, бо Евгеньевич напали на Евгеньевича, можно сказать? Конечно, страшно. Подождите, одну минуту, одну минуту, одну минуту. По поводу, товарищ задает питание, по Ялтескому голубедрогу, да? Подивите первый голубедрог. Откуда взялась зараза? Чего все посторонние залазили наверх туда? Вы подивите, первые дни, как начали только выпускать, сидят в башмаках на лавочках дяди, вот такие пузяки. Я не против них. Я не против того, что они в Кисяках, вибачьте за выражение, в тих, в чем он был у своих голубедрог, он принес туда, а он там кормит на этом самом, то было правильно. При чем? Ну что федерация? Нет, я же говорю, в Кисяках, голубедрогу, руководство там есть, они проводят там правильное. Правильно, а что тут Сережа простоет? Да, все правильно. Так само, любой, любой, кто проводит этот самый, голубедрог, я считаю, він повинен выносить кандидатуру тренера на голосование. Главное, мы уже знаем, что у нас на этом роте нет тренера. Это проблема, ну, как сказать, самая такая страшная. Второе, насчет медицины. Я всех хочу заранее предупредить. Голубят привозить теперь с этого года. Мы будем только вакцинировать заранее дома. Я не хочу проблем, таких как на Ялте. Я не хочу, чтобы были проблемы, такие, как у нас был в этом году, пропало 29 голубят. Да, я не знаю, из-за чего они пропали. Но на всех голубедромах, которые, например, паспортином могу дам, упощряю, у них во всех сдают голубей уже вакцинированных в трехнедельном возрасте. То есть дома они переживают этот момент, но... Часные. Могу я бы рассказать только о том, что я и Ваши, с церокой. Я суперкомфортно чувствовал. Мне там, я, как сказать, обжигание, полномочить. Да. Для судейства. Каждый клуб предложил свои кандидатуры выдвинул на эксперт. В связи с тем, что время трошки поджимает, пожалуйста, сдайте свои фотографии. Я вам проклею, пропишу, поставим печати, все расстануя. И на выставке в Кременчуге 28 числа посвящение будет готово к вам объему. Потому что время трошки не позволяет все это добить сейчас. Список есть, да. Список есть, могу я разводить. Ну, вы знаете, в клубах своих выезжали. Каждый клуб выдвигал свои кандидатуры. Кандидатуры судья, секретарь принимал, и я. Что по правилам? По копирую. Голубедром. Что из таких местных людей, это, все, 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 уже есть выставка разрезала, же Голубей едет. Еще посидим и правильный клуб. Кубе, пожалуйста, обратиться до своего председателя клуба в первом расскажу. Выставка решает. Вот, допустим, Сумы, Кирьянов пару до ночи, Звенигород, Кривичинские, Балта, Жембариуполис, и потом Велиополь, три, Кременчук, два человека, три. То есть, я вас училась Мариуполь, Шотков, Скуды, Молокон, три человека. То есть, осталось только забрать фотографии, поставить печати и раздать. Скорее, он берет, и хрозыскому ноги, берет, и хрозыскому второму. Второе, по Голубий Домов. На, когда будет Кременчуя выставка, все будет проработано и вычет, выведено, и все прочитано, все правила, какие будут проходить. Просто, как бы, проблема на будущее сейчас не хватает. И 9-го года 26-го червня, 74-го, 29-й будет 10-й число, 5-го марта, 2010-го, ну, и так далее. И все эти прописаны в вестниках, или где-то есть документы. Вот целая, так сказать, работа людей, начиная, этого, не одного дня, месяцами люди работали, как и промеры Вова, сделают, и таблица с полетом, и все остальное, и стандарт. Это провели по серпану, по стилю полета серпану, николаевский серпану, все одно есть, все зафиксировано, может быть, где-то и надо, но на сегодняшний день, если, как бы, мнение людей, с которыми я общаюсь, николаевский голубь, то, что читаем, ведь читаем в 56-м году стандарт, что-то где-то пропали, а не 10-часовый полет, у нас нет, если смотреть в правдюю глаза, и, там, что такое, Николай, это, голубь стоит на месте, стойка, бескружна, другие критерии, если голубь влево-право, это не есть Николаевский голубь, то есть, туда что-то замешивали, что-то сделали, и процесс очень ароматный, так как, и никаря можно было, и почтовы выклевали, и каких только блокфантазий в линейне было разомо. И на сегодняшний день, то есть, стандарт какой, стойка и бескружна, а стили полета могут быть разными. А те, что летали в жизнь, 8 часов, просто нет денег, мы их потеряли, а может быть, вполне возможно, экология, мобильные телефоны, что там еще поменялось? И Саш, и после, да, ну и люди, 40 лет уже нету, раньше жили по 100 лет, экология, все остальное, болезни, ясны, все, она там в совокупности, и пропали. И там уже, как выставка, подходят в конце награждение. Я хотел бы обратиться, подождите, пожалуйста, что у нас оплата была, как секретарь Федерации, я должен подняти это вопрос. У нас была оплата за шленские взносы за год, так как и значат польотов голубей, подается до 15-го года, то до декабря, так хотелось бы за шленские взносы. Федерация просит повисить взносы. Было 10, скинули на 5, то уже ходили в Федерации, но это не обручение за шленские взносы. Федерация просит поднять... Голубей не снимал, вот пойдусь тут кинул, не знаю, чьи это не надо. Так навіть не плетит. Тупои голуби. Это, наверное, Алексеевский, Юрий Алексеевский, что-то мне кажется. Интересные воспоминания в городе Николае. Как было, что было? Раз вы с Николаем приехали, расскажите, это будет людям интересно. Какие были голуби? Сейчас много говорят, а вспоминают. Вот что вы вспомните? Я не буду говорить обо всех голубях, а скажу, которые у меня были. У меня, например, были голуби, когда я с армии пришел, с 1986 года по 1996 год. Были голуби. По масте они были в основном рыжие. Рыжо-белые, ну, красно-рябые, я бы не говорил. За 10 лет они где-то дали... Всего лишь одно вышло у них лускатое. Вот такое вот серенькое. Серое-белоклостное. Величины где-то были они средние примерно. И один голубь был белый, с черной дробиной. А на ногах какие они были? Высокие, средние, низкие? Средние, я не скажу, что не низкие они были. Не низкие были на ногах. И по размеру средние, да? Средние, да. Протянутые, но длинных не было, средних не было. Голова сухая? Сухая голова. Голова сухая была. Они круглые, все. Клюв большой, голова сухая. Вот чем-то вот типа похожий на очаковского. Вот потянутые, такая щучая типа голова. Я понимаю, что это было. Чем запомнили все мне голуби? Тем, что, ну как вам сказать, они, я их в руки не брал, они сами летали. Я открывал леток, они шли в них. Может это вымысел, может это... Да нет, почему? Когда их мало, как бы так, они так и должны, как бы. Получалось, летали они где-то, ну так, где-то с весны. Вот весна начиналась, и до середины лета у нас наступала жара, и они прекращали лед, и тогда садились на яички. Давали, ну, в общем, за 10 лет где-то у меня их скопилось до 30 штук всего лишь. Потому что один раз за этот вот период одна пара дала два выводка, то есть вывели три птенца. А так обычно давали один выводок, и все. Потом начинали линять, я их не рассаживал, не распоровывал. Не, ну как, порвать порвал это, ну, чтобы отделять самка, ну, такого не было. Скажите еще, а вот, а что такое, ну, Тачаковский того времени, что такое, и чем он отличался, допустим, от Николаевского, вы можете сказать? Я, ну, такого отличия, ну, как, не скажу, что было такое отличие сильное от Николаевского, он был просто протянутый и ужин. Видишь, вот эту коллекцию, и снимите. Обовязково, обовязково. Я же хочу, я вас ждал, чтобы это все, Николаевский голуб. Так, 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 так. Подивите, Красновлазый, подивите оттуда, снимите, подивите. Хорошо, хорошо. Вы скажите же, вот же есть значок. Ну, это Алексеевские голуби, хожусь, как я и думал, я их уже снимал. Ну, сейчас пойдем, поговорим с голубеводом. Так, так. И, в общем, как... От Чаковского как вот отличить? Ну, неужели нельзя было отличить Николаевского от Чаковского по полету? Не, по полету да. По полету можно было отличить. Какое отличие было? Ну, это же, во-первых, это серпастые, что они были. Перья закрученные вверх и все. Даже вот я живу на улице, ну, как в городе, и рядом, если там вот посчитать, вот сейчас вот это же есть, СВГ голуби. И там сейчас-то упоминают Леня Кустенко, царство ему небесное. Он жил где-то 500 метров, но на соседней улице так, наискосок. Он занимался серпастыми голубями. Серпастые голуби у него были темные и рыжие, и белохвостые. Ну, вот я, вот как смотрю сейчас, я таких больших голубей не встречал. У него были голуби, ну, как вам объяснить, они на ветер не сбрасывали крыло. Они как бы его ломали. Вот такая работа. Они вот, когда такая погода, они работали обоими крыльями. Когда ветер сильный, они вот отдельно, вот как молотилка была. Даже есть книжка голубеводства, вот я не помню название ее точно. Там тоже написано этот стиль полета серпастых голубей. Больше я таких не встречал. Ну, я и не увлекался этими голубями. А вот у меня нравились эти голуби. В общем, ну как, сейчас у меня есть голуби, да. Приходится их там диету соблюдать, чтобы их поднять в небо, носить. Место у меня так не располагает. Я живу на полуострове. Получается, что полуостров где-то ширину 3 километра. И поэтому, если куда-то отнесешь, еще на этажные дома. Их завали из-за дома, они обычно не возвращаются. А те были голуби. Я их не носил, даже не бросал. Это редко, когда я их бросал. Ну, там просто, если кто-то поможет. Ну, а в каком году вы их потеряли? В 96-м году я их потерял. Получилось так, что вот это их развилось, чтобы 30 было. Кормушечка стояла в будочке. Я открывал, насыпал зерно. Меньше было зерна, я засыпал. Ну, не было, я никак... Ну, как, не морил. Ну, не было, чтобы мне держать их режим. Не отделял. А получилось, как это... Вот это их было штучек 30. И я их поднял. В 96-й году, это же расплава Советского Союза. И ехала машина в Жигули. Это первый раз, и последний я продал голубей. Покупать покупал, продавать не продавал. И они поднялись, они стояли голуби. Они подъехали, и это все, и просили. Ну, думаю, 30 штучек, будочка у меня маленькая, там, 2 на метр. Ну, что, вроде как уже тесно его. И я им продал. Таких вот, ну, которым уже было 4 года, 5 лет. Голуба украли они 7 лет. В общем, 10 штучек я им продал. Одного подарил, одного они украли. Осталось у меня 18 штук. И где-то в конце октября, в начале ноября, они вот это вот, когда жара наступала, у нас в середине лета жара. Там разница 2-3 недели такая была. И потом где-то после 20-х чисел, тоже там разница есть, наступает уже прохлада, и они вот сами начинали потихоньку лететь. Ну, кипсы, конечно, брали, гоняли, разгоняли. Ну, в общем, пошел, открыл будочку, они поднялись, я пошел на работу, я там рядом работаю. Смотрю, они стоят, ну, уже такие вот. Я пошел на работу, там же развод, все. Тащил гайки в автомобиле крутить, в окно глянул, снег идет, и все. И вот эти 18 штук, ни один не вернулся, пропали. И вот с 96-го года много я пробовал голубей, но таких я больше не встречал. И вроде бы в Николаеве живете, вроде бы должны как бы так. Нет, были так вот, у меня когда-то получилась маковая голубка и голубь. Они тоже вот весной начали брачный танец. Помните, знаете, что такое брачный танец? Голубка вверх, голубь, поэт, вниз. И вот это вот, когда у меня их было, штук 15-20, это стрелище неописуемо. Вот они друг на друга, и это все. И вот у меня по весне пара такая вот получилась, они начали брачный танец. Я там голубцники в Украине. Я взял их в отдельную будочку, посадил и все думаю. Мужчины нравятся коты, вот залез, задавил голубку, я его оба отсадил, а он потом в эту будку, ну, начал возвращаться, и он задавил его оба. Это в Николаеве человек держал голубей. Держал голубей Николаев и сейчас держит. За старых Николаевских рассказывает. А вот штиль поднимались, вот, ну, когда безветренные от погоды, вот, нету. Я не скажу, что они, ну, как, они не круговые. Но вот у них было, как, это нас называли качели. Вот они взлетят, и вот он идет, идет, типа, боком, а он, так, медленно идет. Вот он, типа, как вот, он хочет развернуться, и, как, челноком, челноком. Туго-туго, так бы, как бы, боком, и вот так вот, оп, оп. А вот он, вот, встал, все, уперся, неевыберно воздавлено на месте. Круга недели, какая-то качка такая туда-сюда. Да, да, да. Вот это, когда, ну, ветра нету, вот, они вылетели, а ветра нету. А вот насчет многочасовых полетов, вот, когда от весны они вот эту вот форму набирали, ну, такие могли до шести часов, а не показать этот три-четыре раза, вот, в этот период. Вот больше, вот так вот. Скажу, каждый день, так, шести часов не было. Это мы понимаем. Спасибо вам за комментарий, смотрите, на канале. С супругой вы вместе. А я же вам когда-то звонил это, и спрашивал, где же можно тоже. А, я помню. У нас на тарасию когда-то выставляли, он сын вам пересылал. Да? 54-го. А, все, понял, это вы. Да, это он вам пересылал, и он вам звонил. Голуби 54-го, моего дяди. Я помню, я его выставлял и в одноклассниках, выставлял и в этом. Она серьезно, 54-го года она сзади подписана. Да, я не выдам. Это не выдам. Да, ну, говори. Там аналог подписан Голубовод, Сорока Накайлова, по частным звонням заслуженный пивочник, майстер Голубинского управления. Прошу. Спасибо вам за репортаж. Спасибо и вам тоже за общение, знакомство. Спасибо. Объек в нашому Голубівнисту з 2008-го року. Нагороджуються достойні люди, колекционери, непересічні громадяни, які вкладають вагомий внесок по свої можливості. Да, он был в 1947 году. Так, Федорович? Я хотел, чтобы некоторые взяли в него интервью, чтобы он рассказал, что такое Николаевский Голуб. В 1947 году он держал Николаевских Голубов. Я был очень рад, чтобы встретиться с дедами в Николаеве, в 2004 году я попал в Николаев. И мне было очень приятно ехать и слушать их про Николаевские Голуби. Не за Голубами, а просто с ними пообщаться. Так, как я общался с Федоровичем. Когда он держал эти Голуби в 1947 году, серпастых, мелитопольских Голубей, А ну, вы мне подтвердите, еще не было. А в 1947 году были Николаевские Голубы. А все Голуби очень хорошие. Это нашего поколения, выведенные. Мы не будем говорить, что все Голуби хорошие. Но это подвит Николаевского Голуба. И серпастый, и мелитопольский, и мариупольский сейчас. И сейчас, как мы говорим, красивый, сильно красивый. Это все подвит Николаевского Голуба. Мы любим. Голуби все очень хорошие. Каждому, кто держит Голубей, они самые лучшие, самые родственные. Но у нас есть жюри, у нас есть суды. У нас есть специально эти, которые определяют. Какие Голуби победят сегодня? Вы не переживайте. Этот год победили один, на тот год другий. А вы смотрите, все мы тоже хотим. А давайте что-то выведем. Вы сделали лучше, на тот год первое место. Так что я за счет Федоровича. Это наш Голубовод самый старый на этом, 82 года. Есть тут 80 и 78 года. Новак Толя. Здесь тоже мы наградили. Спасибо за внимание, что вы слушали. Федорович, спасибо и вам. Федорович, спасибо за внимание. Вы можете представить, как с собой год назад, как не учился, как летали в Голуби. Все не было, но я не воздал. Через годы Голуби. Представленную коллекцию Голубей награждается Алексеев Юрий Александрович. Переходным кубком, самый центровым. Переходим, не отдалите. В Голубе. Среди Николаевских Голубей. Чимбарев Борис. Чимбарев Борис. Чимбарев Борис. Вот у нас... Вот поздимайте. Да. Давайте все мое кремактивное. Так. Ну по его просьбе еще раз сниму его коллекцию. Рымаки, рымаки, рымаки за всю коллекцию. Юрий Алексеев у нас взял кубок на два года. Гожусь, коллекция. Рымаки, 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 боясы, сизи, сизи, сизи. Кубок. Номинации среди Мелитопольских голубей. Третье место воевал Кубанова Александра Леонидовича. Президента. Кубанова Александра Леонидовича. Гожусь, такой переходной кубок. В этом году, два года из года у нас в коллекции. Гожусь, его коллекции. В номинации «Мелитопольские» второе место называют «Колбаса» у Леонидовича Валерия. Главное, пожалуйста, я попрошу старых кремаків 74-го года. Кремаки, голуби, Николаевцы. Хорошо. Я вже дивился, ну и счастливее. Первое место среди Мелитопольских завоевал Оду Станислав Васильевич. Ну, як кажуть, наш президент Кремаки, це його, його така, как бы він мне другий раз чи третий раз скажет, що це його лицо. Це, мабуть, вони у него літчики такі. Надо попросить у него на полігон там. Гожусь. За всю коллекцию у нас отрывал Алексей Духович на своё 65-летня. Нагаражується Мильман Борис Михайлович за участь на предоставленную коллекцию голубей. Мильман Борис Михайлович. Також по просьбі багатьох голубоводів, які були на хозяйстві ВОК Стаса Петровича, також нагороджується. Будь ласка, Стас Петрович, просимо вас. Шановні голубоводи, ми вже завершуємо наше урочисте завершення. Вибачте за тавтологію. Ми ще вирішили нагородити юного голубовода. Маленьку панянку Дар'ю. Побажати її всього найкращого і успіхів. Дорогі запрошені, дорогі учасники нашої виставки, які приїхали, посіщали виставку, мали непосредственного мероприятия і просто були гостями. Ми всіх вас запрошуємо, хто знає, кому я лічно говорив, у два із лишнім, сюди в ресторан. Які клуби ви всі знаєте, запрошені, не опазднуйте, у два часи начало третєго в ресторан. А всім остальним учасникам спасіба за понімання, за увагу, що ви покинули домівки, приїхали до нас, посітили. Ми вмісті із вами провели дуже приятне время, я вважаю, дітки побували, побільше діток приводьте до нас сюди. Я вважаю, для нас сьогодні був це праздник. Дякую всім. І на цьому, я вважаю, виставка в нас завершена. До свідання вам. Дякую. Дякую. Під жалитися, звісно, не хоче, але загуляв. Так що, я хочу побажати нашому ювеляру багатоліття. Йому давно і вас запрошують. Дякую. Дякую, ваша конституція. Я вам скажу... У мене батька, мого ліпня, у мене доненьку нема. Він готовий бути в Голуб'як. Це зрозуміло, йому звільно, що сяд. За віця, після її смерти, надавати цих поважних старших до себе чоловіків-батьков. Я вважаю і стану, що кажу батьків. Я йому хочу подарувати шару. Ну так, ну так подарю. Ну так, ну так. На гайку, на гайку. Я бачу салерію. Я бачу салерію, я бачу салерію, я бачу салерію. Я бачу салерію, я бачу салерію. Вітаю вас, батько. Кріпим вас, господи. Дякую. Дякую. І не знаю, я там за конам, хуну мені не живеш, якщо я щось прихаду. Віряю Україну. Так. Бага Україні. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Ну що, шановний наш постійчий, чоловік, друга батька, який ви називаєте. І, звичайно, приймавши всі любопонування. Грюсі, як стосуючий сам, якщо вас припрошує, то ж будь ласка підтримати його. І, звичайно, ви вашої мене літає. Пойдемо. Будь ласка. В інтерв'ю. Ажусі, так, в інтерв'ю. Ажусі, я ввітав голубівода з Звенигородки. Як вас звуть? Григорій мене. Григорій, так. Ось я хотів знати, як ви гоняєте, по скільки літаєте. Ну, значить, 3-4 часа літаєте. Три-чотирі часа? С утра, да. А якщо б я вас без камері спросив, скільки б ви сказали? Ну, по погоді буває. По погоді? А, ну так, треба так і казати. Я в Голубях немного розбираюся. Мене смотрят люди, які розбираюся. Могут подумати, що ви обмануєте. Нет. Діло в тому, що по погоді. Я витарець поднялся. А яка у вас триця? Значить, у меня разные. Скопці, стальні. Ага. Це по масті, да? А полет якій? В полет якій? В полет якій? Ви не, 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 не волнуйтесь. Не, ну, в средніх, в средніх, так, поднимається, да? Ага. В средній. Средній поднимається? Понятно. А долго ви держите? Значить, лет уже с тридцать. Лет тридцать? Да. Ё-моє. А для чого вообще? Для чого держати? Скажіть, для чого? У меня брат старший, сейчас он воєнний в Новосибирске. Ага. Так. И он ходит в армию, он глупями занимался. Так. И нагнал голубей. Кобець забрал. Ага. И він з рота викормил этих голубей. Так. З рота? Да, з рота. И даже нагнали, они вже летали. Ага. Поплямкал. И они седали сюда, и летные голуби так вот летали. И я так, после того, он лапив, шел, посмотри за ними. И все. И я в то время начал заниматься голубами. Анатолий Александрович сюда, туда в обществу цель. Ага. Ну а сейчас у вас летают? Летают, да. Сейчас. А як они летают? Расскажите, я. Долгость, быстроко, кругно, безкругно. Не, безкругно. А седают, ну, нас скажут, на стол, по столбу. И седают. Да. Классные голубицы. Классные голубицы. Да. Вы его авторитетом считаете, да? Да. Ну, он вроде бы и младше у вас, чем нет. Одноводки. Одноводки. Понятно. Но вы все равно как бы так, да? Не очень. Ну, считаете его авторитетом, да? Да. Мы лучше понимаем, да? Минклассные. Да. Да. Он понимает, что в первую школу все такое, биографии. Мама на пирожки дает ему там пончики в школу. А он забрал и пошел голубей купил. Понятно. У женеродки много было. Глубятники. Старых. Да. О! О! Молодец. Ну, ладно тогда. Да. Вы его как авторитет, как голубят, обил? И классный парень. Да? Он директор, он все ухоза, кто за него обращается. Да. Ну, нет проблем. Ну, может там что-то, он сказал, куда-то. Ага. Все. Все решается. Да. Вот. Спасибо за репортаж. Да. Он сказал, что отец поехал, занимался в Кожи, там, чином. Еще где-то поехал. Они надеялись, что он ездить привезет. А он привозил купил голубей. Да. И два мешка пшеницы. Он сказал, что привозил и кто закрывал. А мы голодные. Я ездить не хотим. А он для церкви. Да. И он сказал, что пускает меня там что-то в Кожицу поработать. Я сказал, что раз, иди сюда в карман. Да. В карман. А он держал поцамком для птицы. Он сказал, что вы соби найдете, а они где? Увереный фильм. Все подошли, вот так вот. Да. Вот. Вот так вот. Это ваш, это мужичок? Что это? А это бородатый? Это седоватый? А это братушка наверное. А нет, он? Да, голубицкий. А это он? Ваш? Да. Вот это что? Вот это да. А то жена у него умерла, и он так отпустил городу, в деды пішов. Не сильно таких... Да я бачу, я бачу. Мы уже попыли-поели, пацаны. Пу-у-у-у, хорошая девочка приедет. Я купаюсь. Как? Ты же хорошая. Что же делать я не знаю, я страдаю, я страдаю, ой, ю-моё, а я. Дай, 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 отриграй, играй, ты да. Дай, 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 я тебе совсем не по-пай, дай, дай, ты попыли, пацаны, бай. Дай, 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 отриграй, а вот такая дай. Ты загадитель нашей встречи, а любви я лучшей встречи, но мне любое, а я делаю. Дай, 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 отриграй, играй, ты да. Дай, 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 я тебе совсем не по-пай, дай, дай, ты попыли, пацаны, бай. Дай, 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 отриграй, а вот такая дай, 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 Знаю себе, что-нибудь просто, да, бай, дай, дай, И помни, покалы, бай, дай, 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 я тебе diligent А ничего не по-пай, дай, 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 начин aucune Подписекся по